Да, вот теперь, собственно, мы после того, как насмотрелись на наши данные, покрутили, решили применимы или неприменимы те или иные подходы к нашим данным, мы ставим себе вопрос зачастую о сравнении между разными группами. Здесь несколько вводных слов, и мы перейдем к тем тестам, которые помогают нам искать различия между разными экспериментальными группами. Понятие нулевой гипотезы, альтернативной гипотезы и их обозначение, которое здесь и дальше употребляется, наверное, вам знакомо, интуитивно это понятно. Нулевая гипотеза – это предположение исходное о том, какое значение имеет тот или иной параметр. Альтернативная гипотеза ее опровергает, говорит, нет, значение параметра другое. Все для каждых тестов прописано, что есть нулевая гипотеза, что есть альтернативная, никаких проблем в интерпретации нет. Соответственно, когда мы говорим, что отвергаем нулевую гипотезу, она не верна и принимаем какую-то альтернативную гипотезу, у нас есть величина P, достоверность, величина, которая дает на вероятность того, ну, ту вероятность, с которой мы можем отклонить нулевую гипотезу. Ну, обычно, понятное дело, что это что-то типа 5%, то есть P005. Наверное, для очень многих исследований надо брать построже критерий P001 или еще больше. Здесь уже от вас зависит. В принципе, 005, то есть случайное отличие 1 из 20, 5% 1 из 20, но это такое бытовое ожидание от того, что может произойти случайно. Наверное, вот так. Поэтому P005. Вот у нас, собственно, табличка, которая позволит для себя запомнить, убедиться, что мы правильно запомнили, что такое нулевая гипотеза, что такое нулевая гипотеза, когда мы ее отвергаем. И в каком случае мы делаем какие ошибки. Ошибки тоже видно двух типов всего бывают. Если мы, если нулевая гипотеза верна, но мы ее отклонили, то это ошибка первого рода. И если она неверна, а мы ее не отклонили, второго. Собственно, уровень значимости альфа, он как раз и есть тот самый P, тот самый первый тип ошибки. И именно этот уровень для нас самое интересное, когда мы начинаем проверять какие-то статистические гипотезы. То есть отклонение с вероятностью 5%, скажем, или 1% нулевой гипотезы. Вот та самая популярная задача, которую мы ставим, сравнивая, скажем, две группы. Ну или какие-то иные сравнения здесь не так важны. Если мы уже знаем альфа, для себя установили P005, скажем, то ошибка второго рода уменьшается при увеличении объема образца. Спасибо. И когда наша оценка величины сдвигается от значения, которое мы приняли для нулевой гипотезы, в сторону альтернативной. Можно, и в том числе это часто бывает, сделать некоторое неправильное закручение относительно реальности, которую мы получили по нашим данным. Соответственно, это и есть либо тип 1 ошибки, либо ошибка первого рода, либо ошибка второго рода. Ошибка первого рода – это когда мы неправильно отвергнем нулевую гипотезу. Об этом у нас табличка была, да, помните? Здесь мы просто словами это проговариваем. А ошибка второго рода, когда мы не смогли отклонить нулевую гипотезу, хотя должны были бы. Соответственно, то, что называется единица минус ошибка второго рода, численная величина – это мощность нашего исследования. И есть вероятность отклонения нулевой гипотезы, когда мы это должны сделать. Здесь тоже такое правило обычное, эмпирическое установлено. Я думаю, что это из бытовых каких-то соображений, но нам удобно так воспринимать. Мощность у нас для исследования не должна быть меньше 80%. Ну, то есть по шкале от нуля до единицы – это 0,8. И очень часто говорят 80%. А альфа – ну уж не меньше 0,05 или 5%. Вот те вводные, с которыми мы, как правило, приступаем к исследованию. И займемся теперь чем вначале, чем же, что же влияет на значение, на то, насколько мы можем ошибиться, принимая или опровергая гипотезы. Чем больше у нас разница между двумя воздействиями, скажем, между экспериментальными и контрольными группами, тем мы больше увеличиваем мощность нашего исследования. Это вот к вопросу о том, что мощность надо, конечно, заранее рассчитывать. Заранее перед экспериментом мы мощность рассчитать можем, но, естественно, мы должны предполагать и ожидать какую-то величину эффекта. Величина эффекта – это как раз и отражение различия между определяемым параметром, ну, скажем, средним в экспериментальной группе и в контрольной группе, например. Вообще, конечно, это очень хороший тон – сделать анализ мощности своего исследования заранее. Анализ мощности позволит нам рассчитать число животных, скажем, в экспериментальной группе, число людей, которые нам нужно опросить для того, чтобы сделать то или иное заключение. В принципе, этим как раз очень часто пренебрегают, и я бы не сказал, что это прямо сильно строго наказывается рецензентами приличных журналов. Да нет, статьи такие проходят, но вот вам, вооруженным знаниями, по-моему, никакого труда не составит. Перед началом эксперимента уже иметь представление, какой должен быть размер выборки, сколько вам нужно взять пациентов и животных, чтобы сделать заключение вот с такими-то характеристиками достоверности, уверенности в том, что вы получили правильные результаты. Ну, достойные, не знаю, как сказать, чтобы можно было в них быть уверенными. Соответственно, большое число увеличивает, то же самое увеличивает мощность, и снижение разброса вариабельности тоже увеличивает мощность. Ну, характерное, наверное, здесь уже мне стоит озвучить свои характерные ожидания. Скажем, если у нас величина эффекта составляет половину разброса между двумя группами, то чтобы мощность исследования была 80%, нам нужно по 20-25 объектов в группе. Ну, что это значит? Вот, например, в одной группе средняя 20 плюс-минус 5, в другой группе 22,5 плюс-минус 5. Величина эффекта, да, 2,5 разница между среднями, отнесенная к стандартному отклонению, к 5, составляет половинку. Вот, чтобы при таком исследовании мощность у нас была 80%, нам нужно 20 человек в группе как минимум. Вот это такое простое эмпирическое правило. Для него считать ничего не надо, естественно, посчитать можно. В статистических программах, в интернетах, пожалуйста. Но ничего плохого, если мы будем просто исходить из наших соображений бытовых, которые я сейчас озвучил, не будет. По крайней мере, на первый взгляд, всегда можно ограничиваться этим рассуждением. Соответственно, если величина эффекта возрастает, становится, скажем, не половина стандартного отклонения, а целое стандартное отклонение. То есть 20 плюс-минус 5 и 25 плюс-минус 5. Эти две группы будут отличаться при 10 человеках в группе. Если у нас, ну, соответственно, если мы хотим мощность больше, или какие-то иные есть специальные требования, всегда нужно просчитать. Возможно, это даже в голове у меня этого нет. Наверное, там есть какие-то свои закономерности. Единственное, что здесь еще хочется отметить, если вот мощность исследования 10 животных в одной группе и 30 животных в другой группе, при тех же самых полученных отклонениях из средних, она меньше, чем если у нас 20 в одной группе животных и 20 в другой. При прочих равных, при величине эффекта, отклонениях и так далее, нам лучше иметь в исследовании равные по размеру группы. Это тоже вполне математически все доказывается. Но вот то, что я сейчас озвучил, это как раз-таки эмфирические правила, правила, которые мы применяем при начале, при планировании эксперимента, при начале эксперимента. Ну, есть некоторые другие. Ну, а потом запишите. Скорее всего, лучше так. Ну, у нас есть сама ошибка, у нас может быть выражена, границы этой ошибки могут быть выражены, собственно, в процентах, и при большой величине, скажем, когда мы считаем пропорцию, большую величину, да, там из тысячи человек какую-то пропорцию считаем, то нам вполне вот эти границы ошибки, это ошибки нашего определения, этой пропорции, это вполне себе вот эта формула, единица на корень из зена умноженная на 100. То есть при тысяче человек, это вот стандартно, это вполне стандартно, это можно там соцопросы, какие-нибудь там экзитполы при выборах, тысяча человек, корень из тысячи, ну, то есть около трех процентов, вот так мы все умножим, около трех процентов будет наша ошибка. Таким образом, вот мы опросили, сколько людей довольны лекциям в институте ВНД, тысячу человек, получили пропорцию, там, 0,4, 40%, и смело добавляем к ней плюс-минус 3%. Это и есть то, как мы должны представить в этом случае наш результат. Если мы говорим о пропорциях, вот сейчас кусочек будет про пропорции, ну, скажем, для категориальных величин, да, для каких-то опросов, для каких-то в медицине, например, болен, не болен, да, пропорции. Здесь нет конкретного какого-то среднего, точнее, средним здесь является, собственно, вот эта пропорция. А стандартное отклонение определяется вот по этой формуле. Для определения размера выборки в этом случае существует, собственно, алгоритм. Строгий математический. Вот сколько мы ожидаем пропорцию получить. Подставляем формулу, делим на margin of error, это, собственно, то, что вверху у нас стоит, какой мы хотим, предел ошибки, какой мы хотим выставить, и умножаем на z квадрат. Вот это тот самый z-score, который у нас для 95% верности, это просто табличная данная, его стоило бы, наверное, запомнить. Равен 1.96. Если мы пока не знаем в пропорции, сколько мы получим, то смело подставляем в эту пропорцию 0.5. Это мы не ошибемся, мы только увеличим число наблюдений. Ну, собственно, вот она. Для того, чтобы сделать достойное, в котором мы будем уверены, исследование, которое будет включать определение пропорции в какой-то популяции, нужно определить размер выборки вот по этой форме. Соответственно, 1.96 – это для 95% уверенности, для 99% и так далее, это число будет расти. У нас дальше будут таблички, в которых мы просто видим, что нужно подставить. Но, в принципе, не сложно. Здесь несколько слов перед тем, как мы уже переходим к статистическим тестам. Наверное, нужно будет сказать про некоторые особенности распределения средних, если мы делаем очень-очень-очень большое число выборки из какой-то популяции. Оказывается, это сугубо математические вещи. И сейчас, мне кажется, очень легко просто в интернете найти по такому запросу центральная предельная теорема или еще как-то сформулировать свою мысль. Это просто симулятор того, как это происходит. Вот так происходит, если мы берем из большой выборки, выбираем случайно много-много раз свою выборку какую-то, подвыборку, определяем ее среднее. Так вот эти все средние будут распределены так же, как средние в нашей исходной популяции, а ошибка будет равна s делить на колене. Я предлагаю относиться к этому просто как к математическому факту. Это очень полезно для дальнейших рассуждений, статистических формул, вывода, критериев различия между группами. Но, в принципе, это так просто устроена математика. Наверное, здесь не стоит искать глубины взаимосвязи. По крайней мере, это не в рамках нашего курса стоило бы сделать, наверное. Ну и, собственно, это и есть суть, мы уже с вами проговорили, центральной предельной теоремы. И чтобы нам для вот этой выборки средних иметь форму распределения, похожую на колоколообразную, на галстовое нормальное распределение, нам хотя бы иметь 30 образцов. n равно 30. Но должен сказать, что абсолютно многими исследователями и кое-кто доказывает, кое-кто просто предлагает на основе эмпирических фактов иногда меньше 30. Это, в общем, достаточно надежная вещь. Не обязательно 30 и больше. То есть, вполне себе такие, ну, то, что мы значение выборов встречаем в экспериментах. И уже на этих значениях у нас выполняются законы, все, которые мы, ну, в общем, в дальнейшем подразумеваем при сравнении. Очень важным показателем, который пока у нас не входил, наряду с средним и стандартным отклонением, да, интерквартирный размах, есть очень важный показатель, который характеризует нашу выборку. Это доверительный интервал. Доверительный интервал может быть вот здесь для пропорции, он также есть для средних. Наверное, можно его и для многого другого, для отношения шансов, для логистической регрессии, тоже можно посчитать доверительный интервал, ничего в этом сложного нет. И вот он так рассчитывается. В данном случае для пропорций дальше мы встретимся, да, уже с более-менее сравнением средних. Здесь, когда мы пытаемся рассчитать доверительный интервал для пропорций, опять же, для достаточно большой выборки, чтобы нам быть на 95% уверенным, и, соответственно, вот этот коэффициент 1,96 у нас появляется, то есть альфа у нас 0,05, 5%, мы должны взять как минимум 15 и 15 в успехах и не в успехах, ну, то есть ответов да и нет, там, скажем, пропорций, какой-то вот попрашивать человека, когда они должны быть 15 таких, 15 таких как минимум. Ну, вот математически это выражается вот так. Теперь мы взяли и хотим посчитать, насколько достоверно мы посчитали пропорции. Вот они, пять шагов. В дальнейшем все наши тесты будут организованы примерно так же, то есть что мы должны проверить при проведении того или иного статистического сравнения, теста и так далее. Первое. К предположениям должны выполняться категории, категориальная величина такая, как пропорция в популяции, а рандомизация, то есть мы должны выполнить это, разумеется, по всему, что мы говорили раньше, нужно провести рандомизацию. И в случае мы должны иметь вот именно ожидаемая пропорция на наше число, на число наблюдений, должно быть больше равно 15. Но это ограничение, меньше которого не факт, что это будет работать. Тогда наша нулевая гипотеза, что какая-то пропорция, которую мы хотим оценить в популяции, равно P0, какая-то гипотетическая пропорция, которую мы знаем, скажем, из данных литератур, то есть число проголосовавших равно 25%. Как нам это опровергнуть или подтвердить? Рассчитали, сколько нам нужно людей взять и провели, собственно, вот эту статистику. Z равняется P минус P0, поделили на, собственно, формула все перед вами. Дальше по таблицам сравниваем Z с тем, что табулировано в таблицах. Если Z 1,96, это табличное значение, которое нужно просто запомнить, то мы праве говорить, что между P и P0 существует достоверное отличие с уровнем значимости 005. Вот так. Ну, соответственно, чем меньше P, тем еще более уверенно мы об этом говорим. Ну, а если мы 005 не получили, то мы не вправе отвергать на любую гипотезу. Вот так это выглядит, если мы хотим проверить, равна ли какое-то значение пропорции в нашей популяции какому-то заданному значению. Наверное, это более востребовано, более чем востребовано, понятное дело, скажем, в соцопросах, психологических исследованиях каких-нибудь. И, наверное, не так востребовано в экспериментальной нейробиологии. Наверное. Но, опять же, если вы это знаете и можете оценить работу других людей, то, наверное, это вам тоже пригодится. Если у нас есть две пропорции из популяции, и мы должны сравнить, дать заключение, различаются ли они достоверные линии. Как видите, схема примерно такая же. Те же пять пунктов. Проверяем наше предположение. У нас должна быть категориальная переменная. определенная в двух группах. Соответственно, там, где мы определили пропорции P1 и P2. Это должны быть независимые случайные величины, случайные выборки, взятые нами из той и из другой популяции. Ну и они должны быть, N1 и N2 тоже, обратите внимание, должны быть достаточно большие, чтобы как минимум пять, видите, уже несколько ослабилось наше требование к размеру группы. Пять разных типов ответов получились и в той, и в другой группе, N1 и N2. Тогда наша гипотеза, нулевая гипотеза, это тоже очень хороший тон, сформулировать для себя, как же нулевая гипотеза перед началом исследования. P1 равно P2, то есть пропорция в одной популяции не отличается от пропорции другой популяции. Ну и проводим статистику, вот она здесь. Здесь очень удобно представить для себя, что это то же самое, что мы показали на предыдущем слайде, то есть сравнение популяций. Просто мы теперь ищем, мы говорим о том, что разница между, сравниваем разницу между двумя пропорциями между двух популяций с нулем. Достоверна ли разница в пропорциях между двумя популяциями, двумя выборками из двух популяций, отличается от нуля. То же самое вычисляем Z. Все очень просто. Если Z1,96, мы не вправе принять нулевую гипотезу, значит пропорции различаются. Если P еще глубже 0,05 и так далее, то, конечно, отличается с еще большим уровнем достоверности. И мы еще больше в этом уверены, так скажем. Теперь то же самое, перешли от пропорции к среднему. Среднее и стандартное отклонение. Мы уже помним, как мы считаем стандартное отклонение для одного, для группы. Вот здесь мы немножко по-другому определили, как мы считаем в двух группах при двух значениях пропорций, в двух выборках, P1 и P2. И как мы считаем доверительный интервал. То же самое здесь Z. Это 1,96, если мы хотим P равно 0,05. Если больше, то считаем больше. Соответственно, как мы представляем результат? Ну вот, с P005 пропорция отличается, P1 отличается от пропорции P2. P мы представляем стандартное отклонение, наверное, там это у нас раньше было, или даем какой-то там разброс. Наверное, отклонение здесь проще. В принципе, здесь просуммировано то, что мы видим, хотя, опять же, уже мы и называли, что есть исключения, и впредь у нас дальше в беседе тоже будут исключения. Ну, во-первых, 1,96, то, что вы запомнили уже для 95-процентного уровня достоверности, но становится там чуть больше для более, для других, для более высоких уровней достоверности. Чтобы применять вот эту Z, нам нужно иметь категориальную переменную, да, но пока мы говорим о пропорциях, там речь о категориях, потом будет речь о другом, там будут, соответственно, свои предположения. Должны быть независимые выборки из двух групп. Это обязательное, конечно, условие. Если вдруг вы замечаете, что выборка не является независимой, то все ваши предположения нарушаются. Это действительно тем обиднее, если это обнаружит рецензент вашей статьи. Ну, и должен быть достаточно большой размер образца, то есть число наблюдений в группах N1 и N2. Как минимум 10 нулей, 10 единиц в каждой группе. Чтобы построить доверительный интервал, нужно примерно 15 единиц, 15 нулей в каждой группе. Ну вот, это скорее эмпирические требования, чтобы мы при большом повторении однотипных экспериментов, что у нас получается, чему мы можем доверять. вот при N больше, при числе, при такой пропорции, что у нас в каждой группе есть как минимум 10 успехов, 10 неуспехов, мы можем этому доверять. Если мы хотим использовать доверительные интервалы, то надо иметь в виду, что не 10, а 15. Ну и здесь же, кстати, вот эта ремарка, которая, наверное, всем будет приятна. Иногда методы работают хорошо, и даже при немножко меньших группах. И это вот как мантра, это действительно всегда так, когда посчитано на каком-то большом массиве и выполняется при N15, в вашем конкретном эксперименте ничего такого нет, что эти требования могут выполниться при N равно 10, и все заключения, которые вы сделаете на основании этих N равно 10, будут также справедливы. Но вы здесь хотя бы понимаете уже с самого начала масштаб, размер группы, вот он должен быть примерно такой. От популяции, от пропорций в популяции переходим примерно к средним. Средние, конечно, это гораздо более, наверное, востребованы, по моему опыту, по крайней мере, гораздо более востребованная область, сравнение средних между двумя группами. Здесь вам уже не так сложно, это все однотипные анализы, они все проводятся примерно по одной и той же схеме, не сложно их и сферу применимости определить, и допущения, не сложно подставить все формулы, и не сложно сделать какие-то, какие бы то ни было заключения. То есть, если у нас есть какая-то выборка из популяции с каким-то средним, и мы говорим, что вот эта выборка соответствует какому-то гипотетическому, взятому из другой статьи, или каким-то образом определенное другим методом среднему, мы действуем вот по этой схеме. проверяем переменное количественное с определяемым значением среднего. Данные все были получены с учетом рандомизации, то есть, случайно была сделана выборка из большой популяции. Ну, это можно специально не повторять, наверное, понятно, что рандомизация это здесь ключ и к обсервационным исследованиям, к экспериментальным исследованиям, конечно, так или иначе, мы должны специально обеспокоиться тем, чтобы любой представитель популяции имел равные шансы войти в нашу выборку, чтобы максимально случайно организовать процесс выборки, организации нашей выборки из всей популяции. Ну, животных случайно распределять по группам, да, но это отдельно может быть и не всегда проговаривается, но понятно, что это всегда проверяется. Может быть, даже об этом статье не написано, хотя хороший тон об этом написать, мы уже говорили, все равно рандомизация есть или должна быть, по крайней мере. И у нас есть здесь предположение, обязательно очень сильное ограничение, это в популяции распределение должно иметь приближенно нормальную форму. Об ограничениях еще и дальше будет разговор. Соответственно, мы проверяем гипотезу нулевую о том, что среднее равно какому-то гипотетическому среднюю, а альтернативная гипотеза будет выглядеть эти два средних неравны. И здесь все очень понятно, здесь то же самое, здесь вместо Z статистики T статистика, X минус X нулевое, но минус мю, да, мю греческое для популяции, а X это просто среднее для выборки. Все то же самое, формула по смыслу то же самое, во сколько раз от стандартного, от какой-то стандартной ошибки отличается отличие между предполагаемым значением параметра и его истинным значением. Поделили, дальше просто знаем эту форму кривой и знаем, что 1,96, просто число, которое мы запомнили, говорит, что если больше 1,96, все, различия есть. очень простой алгоритм и он, ну вот видите, он в контексте уже понятно, что он каждый раз применяется, просто мы здесь вместо X поставляем пропорцию или среднее, или разницу между двух пропорций или двух средних. Смысл тот же самый. Мы в этих всех тестах заключение о том, что две группы различаются, делаем на основании очень простого наблюдения. Разница между ожидаемым и полученным в несколько раз, ну в 1,96 раз, как минимум в два раза больше, чем стандартная ошибка по этой группе. В разных тестах определяется по-разному, что такое ошибка, в разных тестах определяется то, что мы ищем, да, пропорция, средняя разница пропорций, но смысл именно такой и остается. Разница между ожидаемым и полученным, поделенная на ошибку. Это, соответственно, называется T-статистикой, Z-скортом и так далее. Ну, это свои поправки. Здесь мы уже говорили, что T-статистика введена для того, чтобы немножко поправить собственно гауссовое распределение при малых размерах N. Вот это она и есть. Собственно, ничего другого. По форме, может быть, да, было бы правильно привести форму T-распределения, как мы видели, например, форму нормального распределения. Ну, так ведь нет, на глаз отличить T-распределение от нормального распределения нельзя, на мой взгляд. То есть, это просто очень похожие распределения. Естественно, в хвостах у них есть различия, на этом и основаны, собственно, почему нам этот метод, почему нам T-распределение по-прежнему очень нужно. Есть различия, безусловно, и математики видят это очень хорошо, в формулах это тоже видно, но на глаз это примерно то же самое. Ну, соответственно, уровень значимости мы выбираем 0,05 или меньше, соответственно, Z берем, T здесь берем больше 1,96. Если мы сравниваем разницу между двумя средними в двух популяциях, те же самые предположения, количество переменная, независимость, случайная выборка, примерно нормальное распределение. Хотя всегда оговаривается, вот как мы с вами про пропорции говорили, что иногда N может быть меньше, так и здесь на самом деле эти тесты достаточно надежные и они не на самом деле, вот просто если много раз повторять на примерно одинаковых выборках или на разных выборках из одной популяции, то мы убедимся, что даже при очень малых N, об этом будем говорить, все тесты выполняются, не нарушается надежность и наше доверие к этим тестам, хотя предположения о нормальном распределении там есть. То же самое, как мы уже говорили, проверили, нашли отношение разницы к стандартной ошибке и по таблице посмотрели, что мы можем об этом сказать. если поменьше 0,05, обязаны, наверное, должны отвергнуть нулевую гипотезу. Есть такое понимание, иногда необходимо представить наши результаты в виде доверительного интервала для разницы между популяционными и средними. Да, тогда мы сделаем это вот так. Вот это значение тест статистики здесь тоже обычно берем из таблиц для 95% или для какого-то другого уровня все табулировано и соответственно, кроме стандартного отклонения, которое чуть выше, имеем еще и доверительный интервал. Опять же, наверное, даже в доверительных интервалах представлять нам результаты лучше. Эти методы, два метода сравнения средних, которые мы сейчас проговорили, подразумевают собственность мы с вами каждый раз это говорили и сейчас еще раз повторим. Количественная переменная, независимость, независимые случайные выборки и примерно нормальное распределение. а вот здесь тот самый штрих, который может быть отдельно стоит нам с вами проговорить и отношение он имеет и к статистической значимости получаемых нами результатов и к адекватности представления наших результатов, скажем, в статье. И вот здесь это суждение выглядит вот так. Тесты значимости, где мы определяем МП, они менее полезны, чем приведение доверительных интервалов. Вот так. Эти тесты безусловно применимы, они справедливы, не к этому вопрос, а вопрос к иллюстративности полученных результатов и надежности и информативности и интерпретарабельности того и другого. В одном случае среднее плюс-минус отклонение ИП, а в другом случае среднее и доверительный интервал для среднего. Вот как. Я склоняюсь, и многие склоняются к тому, чтобы представлять в виде доверительных интервалов. И вот, собственно, эти два плюса. Почему? Тест значимости, когда мы просто говорим P меньше 0,05, очень мало нам говорит о том, на самом деле, какое же среднее мы ожидаем. Мы говорим, что среднее, скажем, не равно нулю, согласно альтернативной гипотезе, с очень большой вероятностью. Но чему же оно равно? Это совершенно непонятно. То есть просто так вот изложив наш материал непонятно читателю, что же, какое же значение среднего мы ожидаем. Но если мы приводим значение среднего плюс-минус 95% доверительный интервал, мы как раз и даем читателю знание о том, с 95% вероятностью, где мы ожидаем увидеть наше среднее. если если мы даем так для двух групп, понятно, что насколько эти два доверительных интервала пересекаются в первой и второй группе, настолько эти группы и не отличаются друг от друга. Насколько доверительные интервалы отстоят далеко друг от друга, настолько же и мы уверены в том, что эти группы отличаются. Вот один собственно одного аргумента достаточно, простой аргумент для того, чтобы пытаться представлять результаты своих исследований в виде среднее плюс-минус доверительный интервал, 95% как правило, и в пользу, в предпочтении просто давать среднее отклонение и доверительный уровень значимости отличия в группе. Ну, вот здесь интерпретация то, что мы говорили, что такое доверительный интервал, здесь в случае пропорции. Если мы оценили пропорцию как какое-то число, здесь вот она P с шапочкой, ну, чтобы отличать от P, P без шапочки, это в популяции, это настоящее значение, а все, что с индексами, это то, что мы про это намерили, это просто для удобства обозначения, это, разумеется, в любой спокойно, надеюсь, я каждый раз достаточно четко говорю, о чем идет речь. Ну, вот мы оценили нашу пропорцию как там P с шапочкой и дали ему 95-процентный доверительный интервал, то есть 1,96 плюс-минус 1,96 стандартной ошибки. И вот интервал P с шапочкой плюс-минус вот эти 1,96 содержит нашу истинную величину пропорции с 95-процентной вероятностью. Все, вот мы оценили популяцию, там, не знаю, разговоры экзитполы, там, и так далее, любое, вот мы стояли, тысячу человека просили. Получили какую-то пропорцию и плюс-минус доверительный интервал 95-процентный. Тогда истинное значение в популяции в 95-процентных случаев будет входить в этот интервал. Очень простая интерпретация и еще один, по-моему, такой плюс иллюстративности для того, чтобы представлять результаты в виде средней, в данном случае пропорция средняя, то есть оценка пропорций, плюс-минус доверительный интервал. Наверное, так. здесь краткая суммация того, что было сделано и какие мы тесты. Здесь, наверное, для повторных измерений не было формулы отдельной, но естественно, что там все то же самое по схеме. Для одного образца T-test отличается ли какой-то выборка из нашей популяции от какого-то заданного значения. Для двух образцов T-test отличаются ли средние двух выборок. T-test для повторных измерений отличаются ли одно измерение от другого одного и того же объекта. Есть тесты с поправкой на неравную дисперсию. В этих случаях всегда требуется какая-то количественная переменная приближенная нормально распределенная. Вот эта приближенная нормальность это всегда вопрос и он будет долгие годы продолжаться для дискуссии. В каждом случае нужно оценить по-разному. Про размеры образцов мы немножко говорили, но вот если вы взяли достаточно большие n число в группе, вам и не важно, что распределение немножко ненормальное. Опять же, большой вопрос, стоит ли вам предпочесть тесты не параметрические в этом случае и параметрические. Ну, если я скажу, что я всегда предпочитаю не параметрические, это вас, наверное, может сильно охладить к параметрическим. Практика отдельного взятого исследователя, какие он тесты проводит, в принципе, для вас может и не быть аргументом. Какие-то ситуации подразумевают однозначное использование не параметрических тестов. какие-то просят больше параметрических. Между этими крайними значениями есть поле для инициативы собственно конкретного исследователя. Я делаю не параметрические тесты практически всегда, потому что не подразумеваю, не хочу подразумевать дополнительной сложности нормального распределения в этих группах. Ну, и что еще там будет у нас и в тексте, и в принципе вам понятно, некоторых сложностей я этим избегаю. Что самое важное я теряю, на мой взгляд? А вот то, что не параметрические тесты, они обладают сравнительно меньшей мощностью, чем параметрические. На том же, то есть если мы к выборке, которая нормально распределена, попытались применить не параметрический тест, то помните, что у нас будет на 15% меньше мощности. И это вполне себе, наверное, для многих случаев аргумент. Представьте, да, от мощности зависит размер образцов, ну, размер выборки, который нам надо взять в эксперимент. И вдруг на 15%. Да, это минус не параметрических тестов. Ну, таким образом, есть несколько за, есть несколько против, и, пожалуйста, каждый, изучив свою область и погрузившись тематика уже сам будет выбирать, что же именно ему для своих целей использовать. Опять же, в силу того, что мне кажется, эта лекция больше конспект, здесь вот этот слайдик очень приятно в любой момент времени его потом будет достать, свериться, когда нужно, и взять отсюда вот эти формулы, если оно нужно. Для пропорции, где фигурирует все, что с шапочкой, это то, что мы намерили. Z это 1,96 для 0,5 95% достоверности. То же самое для средних, здесь не Z статистика, здесь T статистика. Все можно определить, вот размер выборки, который можно определить, все здесь есть. Такое кратенькое содержание предыдущих серий, если это вдруг понадобится, всегда можно к этому слайду обратиться. вот еще одна подсказочка, это значение Z и T для примерно потребимых в нашей области, там 0,05 0,099 вероятность соответственно P001. Вот так выглядит Z скор, и вот так, как видите, не очень сильно, но отличается, конечно, T скор. Z и T статистика, вот они эти числа. Соответственно, доверительный интервал будет выглядеть крайний правый столбец в обеих таблицах. Опять же, обращаю ваше внимание, что T здесь высчитан для размера группы 15, N-1 равна 14. Чем больше будет группа нашей N, тем ближе T к Z, тем ближе T распределение к нормальному. Мы уже говорили о том, что они и так-то не сильно различаются. Это правда. Но вот при N равно 30 и больше, их, наверное, уже вообще не различить. И нет такого приложения, нет такой точности в биологических исследованиях, которая требовала бы различения T распределения и нормального распределения при N больше 30. Это мой такое общее наблюдение по области. Для меньших, да, для меньших оно T распределение и придумано, для меньших вот эти вот, соответственно, немножко отличающиеся коэффициенты, все это, если вы помните, разумеется, применяете. А на больших уже никакого T распределения вам не надо, для больших N, вы просто применяете нормальное распределение. Вот то, что самое, наверное, частое волнующее, как мы определяем размер выборки, это важно и важно, по крайней мере, задекларировать, что с самого начала своего эксперимента вы это сделали. Ну, с учетом мощности, с учетом предыдущих полученных данных литературы, с учетом оценки величины эффекта, то есть, все вы провели как надо, оценили мощность исследования, оценили размер выборки. Это правильно. Ну, вот, форма для пропорций вы видите вверху, Z это, как всегда, у нас нормальная Z-score, то же самое, что мы видели в прошлой таблице для нормального распределения. Ну, всегда можно посчитать. если мы сравниваем Т-тестом два средних, вот он, размер эффекта, это тоже, кстати, всегда, дельта, это здесь обозначено, всегда имейте в виду, размер эффекта, хорошо бы всегда иметь в голове, сколько у вас размер эффекта, причем, это же различие между двумя средними, ну, то есть, разница, поделенная на стандартное отклонение, то есть, это всегда в терминах стандартного отклонения, во сколько стандартных отклонений различаются два средних, если разница между двумя средними равна стандартному отклонению примерно, то вот как раз величина эффекта равна единице, и это, это немало, в принципе, это немало для большинства современных исследований, вот на этом, это очень хорошо, даже, наверное, зачастую эффекты меньше, 20% от среднего, потому что мы же не претендуем на то, чтобы полностью, там, скажем, даже, там, мутантный фермент, и то какая-то активность там может остаться за счет каких-то других активностей, другие ферменты родственные, эту же ферментативную активность клетки могут выполнять, то есть, чтобы просто сильно, очень сильно отличались два средних, такого может и не быть в вашей регулярной практике, но помнить, во сколько раз они отличаются от стандартного отклонения по выборке, это очень полезно. Есть некоторое упрощение ситуации для для сравнения средних, в предположении, что равны стандартные отклонения, все тесты упрощаются нескольким некоторым образом, и видно, что тогда доверительный интервал все очень просто считается. То же самое для статистики, как мы видели во всех предыдущих случаях, просто т-статистика, разница между двух средних, поделенная на стандартную ошибку. просто если мы видим, что ошибки примерно одинаковы, мы можем упроститься и делать по несколько более упрощенной формуле. В этом случае мы предполагаем независимые две выборки независимых для двух групп, примерно нормальное распределение, опять же в основном важно для маленьких выборок, ну и равенство двух стандартных отклонений. И правило такое эмпирическое, это почти выполняется, если разница у них меньше, чем в два раза. Вот в таком случае наши сравнения упрощаются, тесты упрощаются, и гораздо проще представляется, например, доверительный интервал 95%. Однако есть и более специальные тесты, так называемый F-тест, F-статистика для сравнения двух, между двумя популяциями сравниваем значение дисперсии. F-статистика это вот она как просто как частное отделение отклонения квадратичного в первой и во второй группах. И также по таблицам мы смотрим характерные критические значения для F, чтобы различия между двумя дисперсиями были достоверны. Но как показывает практика, это почему отдельного упоминания, этот тест он зашит как раз в статистике, например, в программе статистика Windows он позволяет нам определить различаются между двумя группами дисперсии. То есть это очень простой подход к определению того различаются ли дисперсии между двумя группами. Но как показывает практика и как говорят более опытные люди, он не столь надежен. И лучше бы нам что-то более сложное провести какие-то более матерые математические статистические выкладки сам F-тест вот этот он не очень надежен. Хотя это самое первое, самое быстрое, что позволяет выявить различия между стандартными отклонениями в двух группах. Мы немножко закончили на этот момент по нашим тестам подразумевающим нормальное распределение Z-статистику, T-статистику и поговорим о важном достаточно современном популярном подходе к вообще сравнению двух групп. В этом подходе мы вообще никаких предположений о том, как у нас распределились данные не выносим. У нас нет никаких суждений о том, как эти данные могут быть распределены. Мы просто делаем вот так называемые, но это на самом деле целая группа тестов пермутации и пермутационные тесты, они мы распределяем все группы. Вот у нас получилось, что несколько из общей популяции у нас сколько-то наблюдений попало в одну группу, сколько-то в другую. Теперь мы хотим сказать, отличаются ли средние в этих группах. один из подходов этот пермутационный как раз и есть. Мы случайно перетусуем все вместе все эти группы и снова случайно наберем N1 одну группу и N2 вторую группу. Потом еще, еще, еще будем делать вот эти случайные наборы, пока или не исчерпаем все варианты, или не сделаем 10 тысяч выборок. и посмотрим, а в какой доле случаев вероятность получить результат такой же, как получили мы или больше, в какой же доле этих пермутационных выборок эта вероятность выше, ниже в зависимости от задачи. Ну и мы получаем, что если такую же разницу, как у нас, можно получить только в 5% случаев случайных выборок, то мы делаем вывод, конечно, что наше получено не случайно, что случайно так можно получить только одну из 20, то есть 5%, значит, наше не случайно. Вот такой подход. Он здесь немножко с ног на голову ставит, что мы хотели бы узнать о нашей выборке. Мы сознательно перетусуем все наши наблюдения и заново сделаем из них выборки, но это позволяет так сказать свежим взглядом посмотреть на то, какие бы результаты в принципе можно было получить, если бы мы ничего не знали о том, что получили заранее. Это большая группа тестов, они в принципе все называются пермутационными и для того, чтобы посмотреть на свою группу, особенно, когда у вас, ну, когда это востребовано, когда, ну, сильно ненормальное распределение и более того, вообще даже сложно определить тип этого распределения. Как-то совсем нерегулярная нематематическая функция. И значение достоверности у вас получилось очень близко к 0,05. Вот тогда, наверное, вам статистик ваш посоветует сделать пермутационный тест и посмотреть, насколько случайно у вас вот это получилось. Интерпретация тоже та же самая. при поменьше 0,05 мы отклоняем гипотизм. Ну, да, и при этом число пермутаций должно быть нереально большим и это должно быть, вот скажем, 10 тысяч пермутаций. Теперь мы, в принципе, подводим итог первой части сравнение пропорций, сравнение средних между двух групп, между выборок из двух популяций. Смотрим на этот слайд, как на сборничек. Очень краткий тех формул, которые могут нам пригодиться. Здесь вот для разных степеней свободы, но это не так важно, важно, что значение t, статистики немножко меняется, вот это число для разных значений в группе. Мы берем вот, собственно, такое. Ну, видите, при 1000 это 1.96, при 30 в группе это 2.0.45, ну, то есть для практических соображений, наверное, вообще никак уже не отличается от 1.96, который в Z-статистике используется. Есть уровень достоверности, 0.95, то есть 5-процентная 0.05. Для этого случая вот табличка нам можно запомнить, можно к ней обращаться просто потом. Для все те же самые пять шагов, которые у нас были изложены для каждого теста по отдельности, здесь изложены тоже на одном слове. Просто чтобы, когда нужно обратиться, уже имея в голове всю картину мира, ну, просто свериться с формулой, которая была использована. Всегда мы предполагаем независимость, всегда предполагаем рандомизацию, всегда у нас нулевая гипотеза, что средние или пропорции не отличаются. Дальше статистика, это, собственно, вот эти формулы. и интерпретация результатов мы отклоняем на любую гипотезу, P меньше 0,05. В основном 0,05. Все, пятиминутный перерывчик, просто походить, размяться, и у нас переходим уже к более категориальным данным, уже не будем подразумевать никаких распределений, а просто частотность встречи того или иного признака. Мы закончили два кусочка, которые касались нашего подхода к анализу результатов. Все это было либо порядковые, либо количественные настоящие переменные, рациональные числа, и с этим покончено. Теперь у нас только таблицы, таблицы, по которым можно сказать только о частоте встречаемости того или иного. Это очень, вот у меня это очень востребованная область, и конечно все тесты, которые здесь используются, естественно медицина, психология, какая-то другие области науки, социология, все это очень интенсивно используется. Ну и кроме того, эти тесты не делают никаких предположений о распределении нормальном зачастую, и поэтому полезны для самого широкого круга вопросов, так скажем. Ну, здесь пока определение, вот для такой таблицы собреженности мы здесь обозначим ячейки, есть столбцы, есть строки, на пересечении столбцов и строк у нас ячейки A, B, C, D, тогда отношение рисков, он же относительный риск, это вот эта формула A, A, C, C, C плюс D, A плюс B, в принципе это тоже наверное считается все современными программными способами, но здесь никакого труда даже в Excel вам руками просто для своей таблички посчитать относительный риск, то есть есть более востребованная на мой взгляд характеристика называется отношение шансов вот в той же табличке это будет как AD делить на BC тоже естественно мы можем сделать это в любом абсолютно в Excel файле и всегда иметь под собой отношение шансов очень удобно что очень просто можно посчитать и доверительный интервал для этого он не отличается для отношения шансов для отношения рисков это одно и то же число вот и здесь мы видим тоже не очень сложную совсем не сложная формула Z помним из нормального распределения 1.96 и то есть мы всегда имеем перед собой отношение шансов насколько скажем группа которая подвержена какому-то фактору риска склонна к развитию какого-то заболевания очень популярно очень востребованная и в моей личной практике и вообще очень востребованный вопрос и вот именно таким способом он будет решаться будет создана такая таблица АБЦД по очень простым формулам мы находим значение риска значение доверительного интервала для него если доверительный интервал не включает число 1 значит это достоверное отличие ну то есть скажем 1,2 плюс-минус там 0,1 число 1 не включается значит это достоверное отличие если у нас есть две категориальные переменные ну мы помним да про такие как пол образования например да и в каждой из них только две каждый из которых может принимать только два значения ну то есть бинарные переменные то параметр который мы можем оценить это так называемая фи и фи также считается по вот этим таблицам сопряженности а в крамера это аналогичная характеристика но просто для большей таблицы чем больше чем 2 чем 2 на 2 формулы здесь несложные и для крамера и для фи и каждый раз очень часто просто иногда это для тех людей которые может быть не совсем в медицинской теме это кажется каким-то очень далеким но на самом деле это вполне востребованные статистики и очень часто можно в специализированных журналах в специализированных статьях это все найти а вот теперь мы к вопросу одного из очень популярных пермутационных тестов но теперь мы не касаемся вообще распределения мы не касаемся средних у нас только о частоте встречаемости тех или иных признаков вопрос надо узнать достоверно ли чаще встречается данная болезнь у людей которые находятся вот на данной территории по сравнению с соседней территорией или по сравнению с другой болезнью для этих случаев и наверное идеальный как раз тест это точный тест фишера тест пермутационный не подразумевает никакого распределения не параметрический тест не нужно ему чтобы хоть как-то было распределены наши ответы да то есть нормальное распределение какое-то иное и он просто считает вероятность наблюдения такого случая или более экстремального случая если мы случайно будем набирать из нашей выборки вот такого рода в такую роду таблицы случайно просто набирать людей скажем да объект вот понятно что для маленьких таблиц мы можем просто перебрать все варианты распределения А, Б, С, Д да то есть если всего у нас Н равно 50 там скажем мы все варианты сочетания А, Б, С, Д можем перебрать просто все их поименовать их очень много но компьютеры с этим легко справляются и потом смотрим насколько редкий среди них наш вариант или более редкий чем он тот который мы получили на самом деле по нашей популяции если окажется что вероятность 5 процентов и меньше ну значит это и есть получить случайно то же самое что получили мы вероятность только 5 процентов ну то же самое 1 процент или 0,01 процент неважно то есть здесь мы для себя установили уровень значимости и просто случайно перетусовали все наблюдения и заново их распределили по нашей таблице 2 на 2 ну и это как правило все математически нагруженная вещь руками не посчитать здесь там формула конечно есть но это доверяйте все это скорее наверное уже специализированному программному обеспечению но вот с точки зрения понимания что же происходит насколько случайно то что вы получили когда у вас перед глазами табличка 2 на 2 точный тест фишера это вариант прям вот очень идеальный держит просто ну очень много расчетов при нем и когда очень большие ABCD ну это очень много времени займет очень много ресурсов и просто на больших значениях n точный тест фишера не даст отличий от теста хиквадрат к которому мы сейчас подойдем и поэтому на больших n мы его не применяем но что говорят знающие люди ABCD каждая из них не должно быть меньше 5 число 5 вот тогда мы можем применять тест фишера он как раз для значений не очень больших ABCD а для больших значений он становится ресурсоемким и в принципе заменяется легко на эквивалентный тест хиквадрат вот когда нам нужно сравнить зависимые величины то есть когда одному и тому же человеку задали два вопроса вот как здесь у нас таблица с обреженностью и надо сравнить насколько случайно отличие между между какими-то группами то мы сделаем тест для зависимых величин это называется тест макнюмора в принципе здесь тоже все достаточно прозрачно вот как мы считаем Z-статистику что такое Z вы уже наверное очень хорошо за сегодняшний день все поняли и есть ограничения по числу наблюдений у нас должно быть вне диагональные элементы то что называется B и C должны быть как минимум 30 но как всегда это ограничение прямо такое надежное и даже для меньшего размера выборки у нас этот тест работает хотя и даже нормальное распределение здесь может и не подразумеваться вот теперь реальный случай который бы мы ну вот с которым можно встретиться наверное сейчас у нас как как посчитать различия по качественным признакам между скажем несколькими популяциями людей это все пойдет про тест хи квадрат про самый распространенный тест сравнения частотности и вот как он работает здесь конечно тоже ничего сложного нет здесь для нас черным автор написал реальные случаи ну по какой-то там условной больнице юго-западного круга москвы и посчитал вот там внизу формулы по этим формулам посчитали оранжевые значения да это то что мы могли бы ожидать если бы все люди случайно распределились по вот этим ячейкам таблицы да ну случайно видно что конечно не всегда случайно совпадает с наблюдаемым вот здесь такой сеттинг вероятность заболеть пневмонией во первую вторую и между ними волнами ковида 19 который был и вот вероятность заболеть в первую волну пневмонией была ну из 207 человек заболела 112 самая верхняя строчка ожидаемая если бы все распределились по всем волнам равномерно 83 человек да если мы просто случайно распределим всех людей по ячейкам этой таблицы ну вот насколько это 83 отличается от наших 112 насколько это значимое отличие с точки зрения статистики вот этим и занимаются хи квадрат это и есть сравнение частотностей и очень частый актуальный вопрос мы посчитали на вы уже видели ожидаемое число очень легко и после этого посчитаем собственно статистику хи квадрат это разница между наблюдаемым и ожидаемым в квадрате поделенное на ожидаемое и все это просуммировали по всем нашим ячейкам и все дальше у нас есть еще один параметр это число степеней свободы когда мы число столбцов минус один перемножаем на число строк минус один и смотрим по таблице значение хи квадрат хи квадрат это вот в тексте иногда х квадрат но это тоже от недостатка греческого алфавита в клавиатуре то есть хи это греческая буква такая большая и ну а пишется она ч вот здесь как это и написано на английском по таблице смотрим насколько вот так выглядят таблицы собственно так выглядит распределение для разных степеней свободы хи квадрата тоже это все данные справочные мы это просто берем в таблицах в учебниках и примерно себе задача наша насколько случайно чтобы наше наблюдение конкретное попало вот в заштрихованные закрашенные области на с правой стороны диаграммы да вот хи квадрат насколько вероятность попасть туда насколько она ну больше 5% так скажем 0.05 у нас критерий такой значимости очень частый ну вот в применении к нашему случаю все мы посчитали хи квадрат 26.8 по таблице это все из таблицы просто взято число степеней свободы 2 ну у нас здесь вы понимаете как это было сделано 2 столбца 3 строки ну и нашли вероятность при этой при этом числе степени свободы при двойке разница 0.05 0.01 появляются при хи квадрат равное 13.8 у нас 26.8 сильно больше и мы вправе заключить что такое распределение не случайно вот видите здесь за кадром осталось как большие люди прошлого создавали вот эти таблицы распределения хи квадрат но это математические вещи я не окунаю вас и сам бы не хотел лишний раз эти таблицы есть и по ним мы сравниваем насколько наша частота наблюдаемая отличается от частоты ожидаемой если бы все распределялось случайно насколько наша частота распределения по нашим признакам не случайно вот это самый главный самый основной тест сравнения частот между разными группами тест хи квадрат его разновидность которую мы используем для малых n точный тест фишера пермутационный он действительно иногда полезнее ну вот именно конкретный случай малых n во всех остальных случаях нам ответ дает хи квадрат в том числе огромные величины здесь можно считать он как видите никакого нагрузки на компьютер на время на ресурсы он не имеет не такой ресурсоемкий можно есть несколько разновидностей и можно поставить задачу такую перед тестом хи квадрат насколько хорошо наша гипотеза объясняет полученное распределение представляете как то есть мы можем вообще придумать любое свое распределение ну из головы из какой-то своей гипотезы сопоставить его с нашими реально полученными данными сделать вот ровно то что вы здесь видите посчитать разницу наблюдаемых и ожидаемых квадрат поделить посмотреть в таблицу и сказать насколько хорошо наше придуманное распределение отвечает полученным нами результатом это очень широкий инструмент очень применимый область его очень широкая для поиска той или иной распределения функции или еще какого-то описания для полученных результатов понятно что это не всегда нормальное распределение когда-то мы знаем когда-то не знаем когда-то у экспериментатора возникает идея почему такое распределение может быть он его выписывает из головы на бумагу делает вот эти вычисления ожидаемые и полученные и по тесту хиквадрат говорит насколько это насколько он все придумал правильно это может быть это для вас достаточно далекая область в принципе от меня далекая но универсальность применимости этого метода конечно это вызывает восхищение те же самые если мы хотим проверить независимость двух переменных тоже это та же самая задача просто зависимый или независимый отвечая на вопрос тот же самый хиквадрат у нас есть две категориальные величины мы взяли случайную выборку из случайном эксперименте из одной популяции в каждом в каждой ячейке вот из этих четырех в каждой больше пяти тогда говорим что тестируем две переменные либо нулевая гипотеза что они независимы ну и ее отрицание этой гипотезы то что эти переменные независимые то есть связанные каким-то образом ну что здесь имеется ввиду то есть если одному человеку задавать вопросы и решать в зависимости от того что он ответил на первый вопрос зависит ли это от того что он ответит на второй вопрос да то есть вот в этом смысле зависимость насколько одно убеждение человека связано со вторым убеждением человека например вот так это и считается это тоже та же самая таблица сопряженности просто мы разное наполнение в зависимости от постановки эксперимента в ячейках разное наполнение это разные группы или один тот же человек ну и здесь уже самое считаем по таблице сравниваем P005 это для нас основной ориентир не случайности с тестами основанными на частотности наверное можно закончить есть следующая область тоже несколько может быть не так широко известна но вот в медицинских скажем кругах востребованная это мера насколько в согласии находятся два скажем измерения насколько два эксперта три эксперта и больше согласны с каким-то конкретным с какой-то конкретной оценкой данного случая это всегда например в медицине как разные врачи оценивают одно и то же состояние или проверка на экзаменах допустим по какой-то знания по какой-то области когда несколько людей отвечают на одни и те же вопросы а потом между ними считается как раз процент согласия но процент согласия понятно что это вещь такая самая простая в скольких случаях ответы совпали поделили на сто процентов да и получили 80 процентов согласия в долях это 0,8 но какая-то же часть этих совпадений могла быть просто случайно и вот когда принимаете решение о том что там один метод мрт примерно то же самое что второй метод мрт для постановки какого-то диагноза и берете каких-то людей и которые бы вам это интерпретировали то вам надо проводить более четкую более точную оценку насколько совпадают результаты измерения одного и другого для этого есть так называемая каппокоина это тоже легко считается в любой компьютерной программе она учитывает что среди согласия между оценками среди всех оценок которые совпали у двух экспертов скажем часть совпала случайно ну вот так это выглядит если мы тест 1 и тест 2 это в данном случае может быть эксперт 1 и эксперт 2 два человека оценили одно и то же по представленной таблице сопряженности посчитаем какая-то часть вот она связана с тем что они просто случайно могли совпасть внизу тогда соответственно для каппы общее число совпадений минус то что можно ожидать случайных совпадений поделили и получили вот такую каппу равную 0.58 при том что всего совпало агримент согласие получилось в 80% случаев 0.8 каппу в общем-то гораздо более скромная 0.58 если вы думаете что да там два теста совпали по какому-то показателю в 80% случаев то реально из них 20 с лишним процентов совпало просто случайно это конечно для оценки полномасштабных для диагноза какого-то для разработки нового диагностического теста это безусловно важная вещь об этом мы конечно должны упомянуть ну и опять же это в моей практике это часто встречается я думаю что вот если я это знаю то и вам может быть это полезно вот из этих соображений таких местечковых каппы меняется от минус одного до плюс одного и ну 0 это вообще ничего но меньше нуля она бывает но не имеет никакого смысла это значит что согласие между экспертами достигнуто в проценте случаев меньшим чем случайно то есть они случайно они не случайно давали противоположный ответ ну то есть не имеет отношения к разработке вот к поставленным поставленным нами задачам и ну уже хорошим можно считать совпадение вот 0.81 от 0.8 до 1 примерно так все что ниже это к сожалению при всей видимости неплохой согласованности неплохого согласия между оценками это является не очень хорошим результатом статистическим для тестов для разработки ну и многие люди ее используют и поэтому есть некоторые дискуссии что же использовать как это использовать и оказывается что и эта каппа она тоже на самом деле переоценивает согласие между тестами экспертами и так далее есть более изощренные методы оценки но вот в основном разница как между простым процентом согласия и каппу коина вот такой разницы уже конечно нет для первой базовой оценки вашей ситуации с двумя тестами или с двумя экспертами конечно можно использовать каппу коина здесь кратенько та же самая табличка которая собирает для нас все тесты про которые мы говорили и те вопросы на которые они отвечают а также какие данные используются для должны быть использованы для того чтобы получились чтобы можно было использовать эти тесты вот здесь у нас тесты хи квадрат основное место занимают очень близким ну тест магни-маретта тоже самое просто для зависимых величин точный тест фишера который очень такое приятное ответвление новый взгляд на то что происходит в этой в сравнении частотности а также сравнение про которое мы упоминали а кстати ну ро спирмана это же в самом начале у нас только эфициент корреляции спирмана вот он здесь тоже для двух ранжированных переменных то есть порядковая шкала он здесь применим в основном здесь все тесты как видите для категориальных величин вина вплоть до бинарных гихотомических последняя из основного что нам вот прям правда последняя на сегодня что к чему без чего нельзя упомянуть мимо чего нельзя пройти мимо никак это дисперсионный анализ анова сравнение между группами когда групп 2 и более тоже непонятно как к этому поступаться но статистика вся разработана и здесь уже наверное не хватит особых сил заглянуть внутрь у меня в рамках нашей лекции поэтому просто кратенько поговорим о том что что такое статистика то есть когда нужно найти различие между двумя группами и более мы используем дисперсионный анализ этот дисперсионный анализ тестирует так называемую f-статистику которая есть поделенная внутри между межгрупповая вариабельность на внутригрупповую вариабельность насколько сильно различаются группы между собой по сравнению с тем как они различаются внутри себя вот такая характеристика в предположении что распределение переменных в каждой из групп нормальное то есть подчиняется нормальному распределению эти результаты рандомизированы и полученные данные рандомизированы и распределение имеет стандартное отклонение с мы можем применять нашу аналог вот такие требования в принципе к некоторым нарушениям отклонениям от нормальности этот тест чувствитель то есть можно немножко нарушить нормальность все равно надежность теста не пострадает считается что не пострадает в принципе мы можем вот здесь подчеркивается два способа проверить наше отклонение первое это графический метод то есть построить наши переменные и посмотреть что наша объясняемая переменная да ну вот то что мы хотим сравнивать она не отклоняется не слишком сильно отклоняется от нормальности ну и надо посмотреть чтобы стандартное отклонение в самой большой группе не было более чем дважды в два раза больше чем стандартное отклонение малой группы вот после этого даже при нарушении нормальности мы все равно можем применять дисперсионный анализ после того как дисперсионный анализ дал если он дал достоверное отличие то есть п меньше 0,05 очень логично будет провести множественное сравнение средних которое как раз и сравнивает конкретные группы конкретные средние в конкретных группах не все группы как дисперсионный анализ сделал в самом начале а попарно все эти группы тесты на попарное сравнение тоже все разработаны ну естественно они не совпадают просто с тестами с тестами там есть поправка на то что групп больше чем две это не случайность это действительно очень часто встречающаяся часть математической реальности соответственно то что очень многие упускают из вида множественное сравнение средних это не просто сравнение средних нужно еще и скорректировать на то что этих сравнений много это обязательное условие конечно в журналах рецензенты все это спрашивают естественно что все это нужно делать вами это тоже будет проведено но естественно что мы все это делаем на компьютере то есть это все уже требует определенно программ скриптов там не знаю как это называется и с помощью уже машинных методов соответственно все предположения мы уже с вами озвучили нормальное распределение независимая случайная выборка гипотеза что равны все средние во всех группах а альтернативная гипотеза что хотя бы парочка из них различается ну и статистика F статистика так называемая как частная между межгрупповой и внутригрупповой вариабельностью здесь имеет место тоже степени свободы они вот так вычисляются нужно знать общее число вообще наблюдений и число групп тоже это все вполне компьютер сам все сделает ну и также интерпретируем как всегда если по меньше 0.05 то с 95% вероятностью нам следует отклонить нулевую гипотезу то есть то что все популяционные средние равны если мы эту гипотезу отклоняем мы дальше делаем множественное сравнение средних где сравниваем попарно с соответствующими поправками средние во всех этих группах и уже в таком виде то есть сначала сам дисперсионный анализ потом попарное сравнение множественное сравнение средних в таком виде даем этого журнала здесь если вы Вы помните, у нас когда-то раньше было про ограничения и предположения, используемые в регрессионном анализе. И увидите, что здесь списочек примерно такой же для дисперсионного анализа. То есть почему, как мы считаем, что данные, подходящие для того, чтобы с ними можно было сделать, переменные должны быть распределенными, должны быть как-то измерены на достаточно большом интервале. Ну вот как мы говорили, если переменная может принять много значений, она должна именно в этом диапазоне и быть распределена. Если она в каком-то узком диапазоне, только среди возможного числа значений, то тест неприменим. Нужно искать какие-то другие альтернативы. Тот же самый пункт у нас был для регрессии. Независимость. Ну это, видимо, тоже не нужно отдельно повторять. Хотя каждый раз, и вот это очень часто получается, что люди не протестировали независимость перед проведением что регрессионного анализа, что дисперсионного анализа. Ну вот, когда в широком смысле дефекты планирования, когда экспериментатор не позаботился о том, чтобы обеспечить независимость каждой величины. Распределение должно быть примерно нормальным, но это мы уже говорили. В принципе, тест хорош тем, что как раз некоторое отклонение от нормальности терпит. И советуют люди не зря, поверьте, здесь это просто лишается тем, что люди, которые это пишут, очень много видели. Это не я пишу, это многие люди. Надо проверить просто глазами, посмотреть на гистрограмму, вот как мы с вами делали в случае, например, корреляций. Надо посмотреть на график остатков и на гистограмму нормальных остатков. Здесь надо сделать то же самое. Там упоминался тест Калмагорова-Смирнова. Здесь нам с вами даже не обязательно знать, что это такое, но просто насколько тест отличается от нормального. То есть, если мы проведем вот эту огибающую красную линию и посчитаем ее разницу между этой линией и столбиками на диаграмме, которые мы построили по реальным данным, то вот сумма вот этих площадей, отношение вот этих разниц к общей площади подкривка, это и есть статистика Калмагорова-Смирнова. Конечно, чем больше отличия, тем меньше шансов, что распределение нормальное. То есть, есть способ и глазами посмотреть, и вы это увидите. И это хороший способ, не такой уж доморощенный или какой-то кустарный. Ну и, конечно, можно проверить эту нормальность с помощью теста, скажем, Калмагорова-Смирнова. Он тоже не один вот в своем роде в проверке нормальности. Ну и гомогенность дисперсии. Обязательно об этом надо говорить. Это тоже, но в принципе, эта статистика проверяет программы, которые работают с этим. Они специально это проверяют. Называется статистика Левина. Ну, в принципе, для нас важно, чтобы гомогенно, чтобы дисперсия была гомогенно распределена. Ну и это, как правило, собственно, вот этим тестом проверяется. Этим можно ограничиться. Другой, уже совсем не подразумевающий никакого распределения в полученных данных группой тестов, являются непараметрические статистические методы. Ну и они, конечно, в этом смысле, вот это мое персональное мнение, и некоторые другие люди придерживаются. С ними, с непараметрическими методами, конечно, проще работать из-за того, что они вот этих дополнительных предположений в себе никаких не несут. Ну и когда, два случая здесь всего представлено, когда особенно полезно нам использовать непараметрические методы. Первое, это когда, да, все наши результаты, наши данные ранжированы, а не качественно измерены, да, то есть это номинальная шкала. Ну, в этом смысле нам и ничего другого не светит, только непараметрические тесты, потому что, ну, для параметрических это не подходит. И когда мы не подразумеваем никакой нормальности. Ну, то есть, собственно, вот эти два, эти две проблемы, казалось бы, вот они как раз часто встречающиеся проблемы и есть, когда переменные порядковые, а распределение ненормальное. Ну, и тогда надо делать непараметрические тесты. Ну, и, кстати говоря, на каких-то размерах выборок просто никак нельзя продемонстрировать, нормальное распределение или нет. Просто слишком мало, чтобы проверить. Вы видите, например, глазом, что распределение ненормальное, там какие-то отклонения есть, а тест Калмогорова-Смирнова различий не дает. Ну, это просто, это просто не хватает вам числа наблюдений. Это тоже случай, когда стоит подумать о том, чтобы применить неопараметрический метод. Ну, соответственно, все предположения, которые требуются для ненапараметрических методов, они слабее, чем для параметрических методов. Это их плюс. Нет многого, то, что требуется для методов, разумевающих нормальное распределение. Ну, они в целом хороши для параметрических тестов. Но один минус я вам уже говорил, у них уже все-таки немножко мощность отличается, она слабее. Для по-настоящему распределенных нормально данных применение неопараметрического теста будет иметь немножко меньшую мощность. Ну, иногда это и важно, конечно, но в целом, с учетом того, что мы не предполагаем нормальности, не предполагаем количественного распределения данных и так далее, это все-таки нивелируется плюсами неопараметрических тестов. То, что здесь никак, в непараметрических методах никак не продемонстрировано, и то, что в параметрических очень удобно, это доверительный интервал. Нет здесь ни такого понятия, как доверительный интервал для непараметрического теста. Он его не считает. Поэтому, если нам нужно, а нам зачастую нужно, конечно, не только среднее по данной группе, но и 95-процентное разумное ожидание, где это среднее может быть при большом повторении нашего эксперимента, и тем самым необходимо найти для нас и важно увидеть этот доверительный интервал, то с непараметрическим тестом мы этого сделать не сможем. Просто вот он, такая специфика. Соответственно, это теряется как минимум часть иллюстративности наших результатов, чтобы мы могли донести это более понятно для читателя. Ну и, конечно, по сути тоже теряется, потому что доверительного интервала, про который мы говорим и понимаем, что туда с 95-процентной вероятностью попадает средняя, для непараметрических методов нет. Ну и еще одна причина, по которой мы так или иначе уже говорили. Все-таки, несмотря на то, что параметрические методы подразумевают какую-то нормальность, очень часто даже при нарушении этих предположений они работают надежно. То есть, в принципе, это аргумент к тому, что полностью бросать параметрический тест не надо. Для них хорошо, четко разработана теория, для них разработаны методы представления результатов, вполне себе методы сравнения средних, сравнения пропорций. Все это есть. И, конечно, во многих случаях это самый простой, доходчивый способ показать свои результаты, скажем, читателям журмалов. Частный случай непараметрического теста самый распространенный тест Вилк-Оксана-Ман-Витни. Очень часто, в частности, вот в статистике ФОВИНОС он называется Ман-Витни. Здесь предполагается просто независимая случайная выборка из двух групп. А нулевой гипотезой является то, что распределение для этих двух одинаково. То есть, подразумевается одинаковый ранг в группах. И мы сравниваем эти, просто выстраиваем все наблюдения по рангу, да, от минимального к максимальному. Прислаиваем самому минимальному значению ранг 1, потом 2, 3 и так далее до самого большого. Потом смотрим, в какую группу, сколько, каждая группа характеризуется, какой суммой рангов. То есть, в группу 1 попали наблюдения с рангами 1, 3, 8, 15 и так далее. В группу 2 попали 2, 3, 4, 5, 9 и так далее. И суммируем ранги в первой и во второй группе. На этом будет основана, собственно, вся не параметрическая логика. Никаких чисел, которые бы мы вот в реальности могли сопоставить, да, как мы делали в параметрических тестах. То есть, настоящее значение там активности сермента, роста, веса там человека, не знаю, времени прихода следующего поезда, количественных переменных. Здесь их по-настоящему нет. Здесь каждому присвоен просто ранг. Самый маленький имеет ранг 1, чуть побольше ранг 2 и так далее. Здесь нет, соответственно, какого-то количественного восприятия при сравнении двух групп. Здесь есть просто сравнение рангов. Чем больше разница в сумме рангов между двумя группами, естественно, тем больше разница, тем больше вероятность того, что группы имеют разное распределение, ну, популяции, из которых взяты эти группы. Но уровни значимости здесь приняты те же самые, как и для параметрических тестов. Это 0,05. То же самое, самое популярное 0,05, значит, с 5% вероятностью, эти 95% вероятности нулевую гипотезу следует отвергнуть. Для большого числа групп обобщение, собственно, теста Юкаксона, сумму рангов на большое число групп, это является тест Крускала-Воллеса. Это иногда называется просто Крускал, и очень часто вместе с ним употребляется АНОВА. Но АНОВА – это дисперсионный анализ для нормально распределенных величин. А АНОВА-Крускал-Воллеса не подразумевает никакого нормального распределения. Это не параметрический аналог. И, конечно, если перед вами стоит чисто практическая задача, когда вы видите свои данные, они распределены ненормально, несколько групп, то да, в случае двух групп выбираете АНОВА-Витни, это вполне сильное отличие от нормальности. В случае нескольких групп вы выбираете тест Крускала-Воллеса, АНОВА-Крускала-Воллеса. Здесь из предположений, из допущений у нас независимость и случайная выборка. Как всегда, без этого тоже, конечно, никак. Но, собственно, какое-то распределение, нормальное, ненормальное, любое другое, не играет роли. И ненулевая гипотеза, то, что в нулевой гипотезе в АНОВе обычной мы проверяли идентичность средних между разными группами, а здесь мы проверяем одинаковые ли распределения в разных группах. Тоже самое, статистика использует только ранги, нет никаких количественных характерных присущих значений для данных, для групп, в которых, наверное, статистика Крускала-Воллеса имеет дело. Но интерпретируем значение P вот в том же самом ключе P005, значит 95% вероятностью надо отклонить нулевую гипотезу. То есть здесь все так же, как с параметрическими тестами. АНОВа Фридмана или тест Фридмана, но это расширение тоже теста АНОВа, дисперсионного анализа, теста Крускала-Воллеса для его не параметрического аналога на число, на несколько групп зависимых перемен. То есть если независимый, это Крускала-Воллес, если зависимый, то Фридман. Это вот все больше отличий нет. Есть тест знаков. Мне очень нравится в силу простоты интерпретации и, наверное, очень доходчивый у него какое-то устройство. Тоже он не предполагает никаких распределений. В принципе, самое простое, что можно придумать для как не параметрический аналог те тесты. Это, наверное, вот этот тест знаков. В тесте знаков мы аранжируем все переменные и используем биноминальное распределение или что-то похожее. и считаем, какие возможны в принципе какие возможны были исходы. Ну вот все результаты мы обозначаем просто плюс и минус в зависимости от того выше или ниже а не медианы. Соответственно, вот это больше и меньше случайным образом считаем биноминальным образом в биноминальном распределении считаем насколько случайно что у нас получилось столько значений меньше медианы а столько значений больше медианы. Никакого количества наполнения здесь нет. Здесь просто больше и меньше. Как видите, соответственно, никаких предположений о распределении нормальности ничего этого нет. соответственно, делим просто среднюю частоту как мы получили 0,5 поделили на стандартное на стандартную ошибку. Ну и для больших тоже это просто потому как насколько отличаются формулы из нашей первой части видно, что при больших образцах при больших n при большом числе наблюдений n больше 30 просто используем вероятности из нормального распределения. И все. Для маленьких n мы используем биноминальное распределение. Перебираем все варианты, когда у нас случайно наше наблюдение могло лечь больше или меньше медианы. Смотрим все эти случаи и считаем насколько случайно, что наш случай именно такой. в общем логика очень простая. Конечно не подразумевает какого-то специального распределения для наших перемен. Зачастую вот когда вы в реальной жизни сталкиваетесь со своими распределениями, конечно вы сами видите нормально они ненормальные. Если они нормальные ну и не надо наверное особенно куда-то в сторону искать. А если ненормальные то вот придется видимо использовать непараметрический тест знаков самый простой из этих аналогов. Тест Вилкокс она для то же самое для зависимых величин когда одному объекту сопоставлены в соответствии два наблюдения там скажем первое и второе и мы тестируем факт отличается ли первое от второго тоже мы не предполагаем никакого распределения которое лежит в основе наших наблюдений аранжируем наше наблюдение по шкале и на этом основании делаем статистические выкрутки. Другой группой совершенно другой группой теперь уже мы покончили со сравнением средних сравнением медиан и вообще сравнением здесь у нас большая группа статистических задач в медицине биологии психологии и смежных областях связано собственно с разведывательным анализом данных с тем как вот нам мы получили какие-то результаты но нам их надо представить в какой-то удобоваримой форме как-то реорганизовать что-то упростить что-то понять в каком где может быть мы сделали ошибку и дальнейший эксперимент то есть работа с данными такая которая позволяет их немножко по-другому представить то что отвечает этим задачам называется факторный анализ и его задача снизить уменьшить число эффективных переменных входящих в наше исследование ну то есть факторный анализ может вам сказать что две переменных которые вы наблюдаете как отдельные ну которые вы определили активность двух разных ферментов на самом деле все это легко по сравнению с другими значениями все это сводится в одну переменную это называется общая задача снижения размерности ну и вот она именно так и решается есть метод главных компонент это разновидность факторного анализа есть несколько канонический анализ еще что-то несколько отличающиеся по подходам конечно отличающиеся по названиям но все это одно и то же на большом массиве данных нужно установить факторы которые реально влияют на нашу объясняемую переменную а остальные упростить так чтобы можно было нашу картину все-таки воспринимать попроще вместо 20 переменных сделать 3 это одна из основных задач снижения числа зависимых переменных предикторов ну вот собственно все эти задачи здесь как-то коротенько перечислены в основном вот собственно после второго пункта снизить число переменных есть еще третий пункт идентифицировать скрытые переменные которые каким-то образом представляют из себя корреляцию уже известных нескрытых обычных переменных то есть установить что есть какая-то величина от которой зависит ваш статистический тест от которых зависят ваши результаты которая представляется корреляцией двух или большего числа известных вам переменных ну и здесь мы можем собственно уже проводить отличия между методом главных компонентов факторным анализом и задачи и там и там примерно одинаковые и вот собственно вот этому всему они посвящены что здесь по пунктам обозначено большой группой тоже разведывательного анализа данных является кластерный анализ который объективно возникает когда мы очень-очень много намерили скажем значений сопоставили каждому пациенту каждому объекту экспериментальному у каждого померили несколько гормонов в крови померили какие-то аспекты поведения электрофизиологию и вот таких животных очень много или людей в наблюдении очень много и нам как-то хочется для того чтобы лучше представить что происходит сгруппировать все наши наблюдения все наши объекты в какие-то кластеры в которых в каждом из которых в каждом кластере как-то будет более характерно изменяться каждая из наших измеренных переменных то есть я имею ввиду например кластер вот где у нас много животных и вот есть кластер животных у которых при повышенном каком-то повышенной электрофизиологической активности на срезах вот у этих животных наряду с этим еще были повышены какие-нибудь гормоны в крови а второй кластер это эти животные которые наряду с повышенной электрофизиологической активностью не давали повышения гормонов отрезки кластер который И электрофизиологически не давал никакой активности, и гормонов никаких не давал. То есть мы для себя из всего многообразия данных, которые получили, выделяем какие-то группы, которые характеризуются какими-то внутренними в этих группах закономерностями, которые делают представителей каждого кластера в каком-то смысле более похожими на свой кластер, чем на представителей других кластеров. Вот такая задача. Это тоже частая задача. Именно в разведывательном анализе данных мы выбираем число переменных, по которым хотим разбить наши группы на кластеры. Выбираем число кластеров. И дальше уже метод чисто компьютерный. Дальше работа компьютера. Разбить так, чтобы расстояние между кластерами было максимальным. Чтобы объекты внутри кластера были максимально похожи друг на друга, а объекты между разными кластерами максимально различались друг от друга. Вот, собственно, дендрограммы, которые мы видим, там эволюционные деревья. Это варианты кластерного анализа. Это иерархическая какая-то модель. На каждом уровне разбивается общее древо на несколько веточек. Другой вариант, который мы сейчас проговорили, это k-means, когда мы разбиваем на несколько кластеров. Так что средние между кластерами максимально сильно отличаются друг от друга. Ну, может быть, и задача обратная, когда мы знаем, сколько должно быть кластеров. И задавая этот параметр, пытаемся выяснить, какие же переменные определяют принадлежность объекта к тому или иному кластеру. Несколько способов определения расстояния между кластерами, но тоже, наверное, для сути понимания нам это не так уж и важно. В заключительной части тоже не так мало времени, но надо бы, наверное, пройтись по тому, какие есть проблемы в представлении ваших результатов на этапе, когда вы готовите, скажем, статью. Ну, и это обратная сторона той медальки, что вы, конечно, рецензенты, по крайней мере, в будущем статей своих коллег, и вот какие проблемы стоит там поискать вот с этой точки зрения. Это прям важные пункты, очень часто люди это выделяют, об этом отдельно есть разговоры. Здесь не только статистика, но и в целом понимание, формулировка, гипотез, дефекты планирования. Ну, вот это все должно быть, должно у вас быть, так сказать, на карандаше, когда вы рецензируете. Ну, и, естественно, вы все это должны проработать, когда сами пишете статью. Выборка должна быть репрезентативной. То есть, какая была рандомизация, как пытались уйти от искажений при выборках, что было для этого и сделано, это обязательно должно быть в явном виде написано в статье. Ну, по крайней мере, если вы и не говорите, что полностью избавились от каких-то искажений, то всегда говорите, что вы это пытались, и какими способами. Респонденты в ваших ответах на ваши вопросы могли быть сбиты с толку тем, как сформулированы ваши вопросы. В какое время и место они задавались, эти вопросы, как они, может быть, они были как-то сформулированы неправильно или обидно, чисто человеческий феномен. Таких вопросов, конечно, следует избежать. Ну, вам надо для себя это, конечно, проверить. Это отдельная часть, чтобы вопросы звучали так, как бы вы хотели, чтобы они звучали. И это надо проверять, как бы это не тавтологично звучало. Ну, всегда нужно пытаться отличить то, что исследователь хотел показать и показал. Если он очень сильно хотел что-то показать и показал это же самое, то к этому исследованию большие вопросы. Всегда надо писать, как вы, скажем, выбрасывали данные или вот пациенты у вас выбывали. Обязательно записывайте, как, что с каждым конкретным случаем произошло, чтобы потом в статье это указать. Это очень любят рецензенты и, соответственно, не указывание этого, это проблема, на которую тоже рецензенты обращают внимание. То есть у вас было, скажем, в группе 12, а потом в статистику вошло 10. А почему? Ну, вот два выброса. Обязательно написать, что это за выбросы, обязательно показать их там где-нибудь красными точками на диаграммах рассеяния и обязательно написать, каким способом вы их выбрасывали, анализировали и почему выбрасывали. Размер образца, размер выборки всегда нужно считать в начале эксперимента мощность, обязательно выбирать ее, выбирать размер выборки на основе мощности. Конечно, это прямо хороший тон, это отличает вас от людей, которые, ну вот, 10 и 10, возьмем крыс. Почему 10 и 10? Может быть, надо было брать 5,5 и вы бы сэкономили время и деньги, а может быть, надо было брать 20 и 20. Ну, то есть это все достаточно важный вопрос. Ну и, соответственно, величину эффекта. Но бывает так, что, опять же, когда используется вот эта статистика со средними P005, мы не знаем, в каком доверительном интервале зачастую лежит ожидаемая средняя. Мы видим, что P005 и меньше 0,05, но насколько велик эффект, насколько величина эффекта обнаружена в данной работе, насколько она вообще практически значима. То есть он-то может быть и достоверный, но может быть, он 20%, да и не 20, может, он 5%. Такое тоже бывает на больших выборках. Можно получить достоверный эффект, но величина этого эффекта будет 5%. Никогда не стесняйтесь поинтересоваться, собственно, а что же за величина эффекта, о чем идет речь. Параметрические тесты, когда вот в явном виде люди проводят параметрические тесты, и иногда просто забывают проверить, насколько они удовлетворяют, собственно, предположениям о нормальном распределении. Вот эта выдержка из одной статьи в нормальном журнале. Так вам делать, конечно, никогда не стоит. Смотрите, что делали люди. Они проверяли нормальность с помощью одного, второго, третьего и четвертого тестов. И если хоть один тест говорил, что выборка, возможно, нормальная, они проводили параметрический анализ. Ну, это ниже уровня аспирантов института ВНД. Это, конечно, какой-то фишинг, вылавливание рыбок в мутной воде. Ни в коем случае. И уж тем более, если вы это делаете, это нельзя признаваться в этом статье. Ну, откуда вы знаете, что я там редактору напишу потом про такое? Это ужасно. Люди подбирали тесты, просто случайно копая вот все, что им статистика for Windows 12,5 версии предлагала. Вот все перекопали и что подошло, сказали, ну, вот мы это сделали. Это совершенно не удовлетворяет. Ну, да нет, дело в том, что, в принципе, когда мы выбираем тест, мы тесты должны выбирать из головы, мы должны понимать, какую гипотезу мы тестируем. Если люди этого не знали, а доверили этот выбор статистики, но это значит уже, что был проведен очень слабый статистический анализ. Наверное, в этом тоже дело. Ну, это очень связано с выбором теста. Естественно, что вы здесь говорите о разнице параметрических, непараметрических методов и разная их применимость к категориальным переменам, переменным, порядковым или количественным данным. Естественно, что вот то, что мы с вами уже говорили на разных этапах лекции, встречается, когда к параметрическим данным применяется непараметрическое, когда наоборот. Все это надо обосновать, по крайней мере, для себя, если вы пишете эту статью. Ну, причинно-следственная связь, про это, видимо, сломаны копии, еще кое-что будет поломано на ближайшей конференции молодых ученых. Но вы должны понимать, что, конечно, то, что вы получили, это связь, но это ни в коем случае не причинно-следственная связь. Очень часто такое бывает, что, когда люди на каком-то, скажем, делали свою модель, факторный анализ, выделяли какие-то факторы на каком-то своем пилотном образце, у них там все сошлось, и насколько хорошо сошлось, они это и публиковали. Но, ребята, это как раз то, что они хотели создать. Проверка тех моделей, которые созданы исследователем на большом объеме данных – вот эта задача. А объяснить в данном конкретном наборе данных, с учетом того, что можно использовать неограниченное практически количество тестов, можно всегда применить факторный анализ и что-нибудь найти. Это не результат работы. Результат – это практическое применение, валидность этого метода на больших выборках, на других пациентах, на других городах и так далее. Это, конечно, тоже… Современная наука, может быть, в явном виде это не предполагает, но понятно, что должна быть какая-то большая цель, чем распределить переменные, 20 переменных на 4 независимых с помощью метода главных компонентов. Наверное, после этого нужно делать какие-то выводы. Ну да, насколько очень часто мы получили там разницу между двумя средними, а насколько это отражает реальность, насколько это феномен какой-то или это случайность, или еще что-то, это даже не обсуждается. Это уже вопрос больше философский, чем статистический, но именно статистика, когда выходит табличка из программы, где показано вот это и вот это отличаются, это зачастую для исследователей является результатом. Это не результат. Это механическое оформление данных в виде таблички. Результат – это то, как вы это интерпретируете в свете ваших гипотез. И насколько эти гипотезы подтвердились, не подтвердились, вот здесь вы можете немножко довериться этим табличкам. Про предположения, про допущения, которые делаются в тестах, мы говорили каждый раз. Они разные для параметрических тестов, для непараметрических, для частотных и так далее. Не поленитесь проверить, если вы рецензент, то не стыдно спросить у авторов, какие же они предположения проверяли и правда ли они были выполнены. Ну, вот этот пункт насчет проверки нулевой гипотезы, возможно, просто нужно представлять данные в виде среднего и доверительного интервала. Наверное, тогда не будет части вопросов, связанных с тем, что же именно вы проверяли. Вы не проверяли конкретное значение равенства дисперсий, а вы проверяли, насколько эти дисперсии попадают с 95% вероятностью в этот и в этот интервал. Ну, вот, например, так. Обязательно в эксперименте должны быть правильно подобранные контроли и обязательно, но желательно, по крайней мере, конечно, использование какого-то варианта слепого метода. Это тоже уже не собственно никакая статистика, но вот это такой здравый смысл, который может быть адресован и статистикам, которые обсчитывают эти результаты. Конечно, слепой метод и правильно подобранные контроли – это очень важно для любой работы, которая хочет называться серьезной, хорошей. Вот он, апофеоз нашей сегодняшней встречи. Последний слайд. И на нем литература, рекомендуемая для прочтения. Здесь как от очень широких, просто в целом, статистических закономерностей до современных норм применения статистики, до интересных задач с их практическими применениями. Ну и все, что было в этой презентации, в сегодняшней, взято именно из этих книг, ну плюс что-то от анонимных интернет-блогеров. Спасибо, должен я вам сказать. Мне очень понравилось. Спасибо. 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 Игорь Негода.